Всем привет! Черт, как это убрать? А где кнопочка выход? Всех достали эти раздражающие окна, эти уведомления, которые вылазят в браузере, которые иногда трудно закрыть, но они есть, их агрессивно используют маркетологи, конечно же с какой-то целью. Конечно же, хотелось бы узнать эту цель и сегодня мы в этом ролике ее детально разжуем и расскажем. Сегодня ролик про всплывающие или поп-ап окна. Меня зовут Николай Шмичков, это канал SEO Quick. Поехали! Эти уведомления на самом деле появились достаточно давно. Первые уведомления появлялись, конечно же, на сайтах в качестве рекламы. Например, мы зайдем на сайт интернет-магазина и, конечно же, должно всплыть это самое уведомление. На первом сайте нам допустим не повезло, но на втором сайте нас встретило большое уведомление на какой-то день шоппинга. Третий магазин нас радует новым видом уведомлений, которое вроде бы ничего не продает. То есть, давайте вернемся. Первый вариант это ваша цель привлечь трафик на какую-то услугу. Этот баннер направлен на то, чтобы вы перешли, изучили условия акций, которые они там продвигают этот самый день шоппинга и посмотрели, что, собственно, продается. Поэтому первый вид баннеров, которые всплывают по попок, на это, конечно же, баннер, который фактически ведет нас для того, чтобы увеличить наши продажи. Второй вид баннера, это баннер, который предлагает уточнить мне мой город. Нет, я не в Москве, я сейчас нахожусь в солнечной Одессе. И в данный момент этот немножко баннер, да, вот видите, чем он отличается. Куда бы я не нажал, я не могу посмотреть свой контент. В то время, как у первого баннера нам контенту вообще ничего не мешало, мы могли смотреть, листать, вообще не обращать на него внимания. И третий вид баннера, который мы видим, да, это баннер, который ограничивает наш контент, но он уточняет, сколько мне лет. Если я нажму, допустим, не исполнилось, меня выкинет вообще на раздел товары для детей. Оригинальный способ выкинуть меня из раздела, на котором я быть не должен. Вот. И при попытке вернуться назад, он обратно, по идее, должен меня переспросить. Вот он, собственно, что и делает, он переспрашивает. Конечно же, вы скажете, ну, это что-то вроде вообще очень такой сомнительной защиты, но для поисковика этого достаточно, чтобы, ну, как пользователь взял сам на себя ответственность в договоре, вертый, он сам соврал о своем возрасте. Получается, защита чисто такая для галочки, но она есть и она существует. Именно таким образом ограничивается контент на сегодняшний день в поисковиках. Когда появится более совершенный способ определения возраста пользователя, мы, конечно же, не знаем, но, возможно, это появится в дальнейшем. Возможно, поисковики будут как-то, это и система операционная будет как-то это агрегировать. На сегодняшний день пока только в качестве таких заглушек. Но мы сегодня говорим как раз о теме поп-ап окон. Обратите внимание, первое поп-ап окно закрывалось и легко убиралось, второе поп-ап окно легко заговирается и есть два выбора, третье поп-ап окно никак не закрывается, но у него есть два выбора. Вроде бы все окей, интересные варианты этих поп-ап окон, но давайте немножко перейдем к классификации. Итак, перейдем к классификации. Давайте посмотрим, какие бывают два вида окон. На первом месте у нас так называемое модальное окно. Модальное окно это такое окно, которое было показано последним у нас, и оно блокировало доступ к основному интерфейсу, пока пользователь с этим окном не разберется. Знакомо, когда в Windows есть какое-то окошко и вы не можете ничего нажать, пока не закроете предыдущее. Вот, это и есть то самое модальное окно, оно блокирует доступ к предыдущему контенту, пока не будет выполнен диалог, когда человек не выполнит диалог, который предлагает это модальное окно. Именно с этими окнами сопряжено максимальное количество проблем. Конечно же, с ними и будут. У нас сегодня очень много разговоров. Второй тип окон, это не модальные окна. И это окна, которые чаще всего выезжающие, всплывающие, появляются где-то с уведомлением, но они никак не блокируют взаимодействие с вашим контентом. И таким образом, может пользователь, спокойно игнорируя ваше окошко, продолжать изучать свой собственный контент. Здесь есть тоже свои нюансы. Немодальное окно вроде бы кажется нераздражающим, но его можно сделать поверх всей рабочей области. И таким образом, заставить пользователя повзаимодействовать с ним, потому что пусть даже он может что-то с краю скроллить, но если ему мешает всей рабочей области ваше немодальное окно, ему придется как-то на него нажать. Например, на вот это окно. Теперь пойдем по функционалу. Также окна можно выделить всплывающие по триггерам. Триггеры, которые можно выделить следующие. Первый это так называемое окно приветствия. Например, пользователь заходит на сайт, прогрузился частичный интерфейс и всплыло приветствие, как были примеры с Москвой и был пример как раз с возрастным цензом. Это пример окна приветствия, который загружается сразу же при входе. Это классические окна, которые как раз используются в качестве блокировщика просмотра дальнейшего контента, где пользователь должен выбрать, можно ему смотреть или нет. Или же, если можно, то какой конкретно контент. Первый вариант предлагал выбрать контент в зависимости от города. Второй вариант, конечно же, предлагал вообще покинуть сайт, если он не соответствует требованиям данного сайта, например, по возрастной маркировке. Да, также может быть примером блокировки контента, это форма логина, которая выскакивает сразу при входе, допустим, по защищенной ссылке. При посещении ссылки система может предложить сразу же зарегистрироваться в поп-апе. Это тоже фактически окно приветствия и человек, который не зарегистрирован, покидает фактически этот контент. Второй тип окон, это окна, которые появляются, так называемое, после пролистывания. Итак, первое окно появляется сразу на так называемое entry pop-up, а второе это scroll pop-up, который появляется после пролистывания. Например, вы полистали немного вниз, дошли до какого-то раздела главной страницы и всплывает pop-up окошечка, которая предлагает помочь. Здесь фактически pop-up окном может быть целый чат, который появляется сбоку. Да, фактически чат, это тоже формально окно, с которым можно взаимодействовать. И он появляется чаще всего после скроллинга, а не сразу при открытии. Следующий вид окон, это окна, которые появляются спустя время. На сайте SEO Quick появляется pop-up, если вы сидите более пяти минут на статьях. Он появляется, так называемый timed pop-up, который предлагает подписаться пользователю на нашу страничку. Очень просто мы высчитали это время, потому что мы взяли среднее время посещения статей, увеличивали его на 20 процентов и таким образом сделали наш timed pop-up для сбора подписчиков. Следующий тип окон, которые мы поговорим, это так называемые клик pop-up. Эти окна часто используют интернет-магазины. Самый популярный способ, это конечно же, когда вы пытаетесь что-то купить. При нажатии добавления товара в корзину, он обычно предлагает вам купить товары и здесь собственно это фактически тоже pop-up, который достаточно такой большой объемный, где вы можете купить тот или иной товар и таким образом фактически его. Вы также можете закрыть сайт и иногда при этом, при закрытии сайта может всплыть окошко. Я для записи пытался найти такой сайт, но уже не встретил его этот баг, точнее я бы сказал, это баг, это называемая фича, все так называемый exit pop-up. Но я нашел примеры, где есть эти exit pop-up, поэтому я решил полистать статейку, нашел хорошую статью Бена Джонсона про exit pop-up и где он рассказывает самые яркие примеры, которые используют при закрытии, присоединяйтесь к какому-то числу маркетеров, да, там при закрытии сайта, pop-up, который говорит друг, пожалуйста перед закрытием сайта, присоединись к нам или допустим предлагать человеку там поучаствовать в демо, да, при закрытии страницы, то есть вот такой яркий тоже пример. Действительно подписаться на специализированные письма, да, ну то есть не просто на email-рассылку, а на конкретную email-рассылку, вот. Предоставить бесплатный гайд, допустим при чтении, да, пускай человек оставит email, да, и выделяет там кнопочку менее ярким цветом, да, а самую яркую собственно более ярким цветом. Мы уже начинаем забегать потихонечку в дизайн. Вот следующее, да, это подготовить так называемое специальное предложение, предложить что-то бесплатно, придать целый курс человеку бесплатно, то есть провести опрос, ну то есть, как вы видите, предложить скидочку, сделать адрес, ну допустим, помочь там в других вещах, ну и многое другое, там бесплатная доставка, так вы видите, задать вопрос, конечно же, вот такой попав, конечно, и вообще бы закрыл бы чертям, но на самом деле есть очень интересный вариант и вот очень простой, вот еще то же самое, там не подписчикам, да, там бесплатные полеты, то есть получать информацию, тоже бесплатная доставка, подписка на блог, вот, ну собственно, это сбор лидов классический, вот, ну предложить пообщаться, собственно, с техподдержкой, там типа прежде чем уйти, вот, ну и конечно же банально предложить денег. Ну, на самом деле, как вы видите, способов, да, делать хорошие call-to-action элементы, да, непосредственно в дизайне, это работы, очень важно, да, правильно, ключевые вещи, это call-to-action элемент продуманный, это, собственно, текст, изображение, таргетинг, правильно выверенный тайминг, вот, собственно, что, собственно, в статье и говорится. Ну и софт, которым можно делать тот самый попав окна, их очень много существует разных способов, их можно делать своими руками, можно использовать готовые существующие решения, готовые иногда более удобные лоббильные настройки и имеют хорошие, ну, как бы, возможности в аналитике, поэтому я бы присматривал с их готовым решением тоже, но мы говорим сейчас про exit pop-up и эти exit pop-up, они срабатывают обычно при попытке покинуть страницу, да, при закрытии страницы, срабатывает триггер, показать то самое всплывающее окно, так называемое exit pop-up, собственно, так он и называется. И теперь мы приходим к следующему вопросу, а какое лучшее время для показа ваших pop-up окон? Сейчас под этим видео, скорее всего, соберется много комментариев, которые будут говорить, что их раздражают pop-up окна, но вы меня смотрите, зрители, потому что я знаю, что вы все мыслите рационально и умно, но не все пользователи сети мыслят рационально и умно, вы должны об этом понимать и придерживаться этой идеологии, не все мыслят так, как вы, иногда проблема в том, что мы иногда мы пытаемся мыслить, как мы думаем и пытаясь это переложить на других пользователей, на пользователей нашего ресурса и мы, получается, проваливаемся. Все решает сухая статистика. В одном из исследований в ходе теста проверяли вот эти оверлей по задержке на 15, 30 и 45 секунд и проверяли, какой вариант будет эффективней. Пока я говорю это видео, вы можете, конечно же, накидать в комментариях варианты своего-своего мнения, но на самом деле, внимание, ответ. Первый вариант 15 секунд оказался на 11 процентов эффективней вариантов 30 секунд и на 50 процентов эффективней вариантов 45 секунд. Причина простая. Пользователи могут столько не находиться на этой странице и могут не повзаимодействовать с вашим pop-up. Они очень быстро перелистывают страницы, либо покидают их. Поэтому максимально короткое время является максимально эффективным. Постарайтесь это вложить, но вы можете зайти за пределы и выводить pop-up слишком быстро. Поэтому вот оптимальный вариант 15 секунд, как показал, вот в это время нужно копать. Между началом посещения и до 15 секунд вы должны найти свое собственное время, своего ресурса, на котором показывать тот или иной pop-up. Давайте поговорим о самых популярных видах pop-up окон. Я конечно же порыл, пошуршал в прессе, решил посмотреть какие они существуют, нашел хорошую статейку и решил перебрать все самые популярные. Первый вариант конечно же это lightbox. Lightbox это когда pop-up появляется поверх вашего дизайна, но при этом весь задний фон затемняется. Этот вид pop-up окон самый популярный, самый известный вообще везде где-либо, который используется по функционалу. Второй тип pop-up окон показала мне сама статья, из которой собственно решил черпать идеи. Это так называемый pop-up с выбором, где мы должны подтвердить результат. Обратите внимание, pop-up с выбором появился внизу и здесь у нас есть только одна кнопочка да, мы должны просто ее принять. Нету кнопочки нет, нет кнопочки закрытия. Так называемые cookie pop-up и здесь есть ссылочка, можно почитать про эти самые настройки cookie. Мы можем ограничить cookie, запретить им работу, то есть и тому подобное. То есть можем все заловить, можем подтвердить так как оно есть и не оставлять cookie. Да, вот таким способом можно настроить, чтобы ваши действия на сайте не отслеживались. Обычно так работает нормальная кнопочка cookie. Если же у вас она работает не так, скорее всего вы получается заставляете пользователя согласиться с cookie просто по умолчанию. Вот так можно запретить отслеживание простым способом. Вот и поехали. Вот первый pop-up это тот самый lightbox, который мы говорили. Вот второй pop-up, который позволяет выбрать те или иные действия, то есть где вы можете выбрать варианты. Да, есть pop-up, в которых можно выбрать кнопочку да и кнопочку нет. Есть вариант, в которых можно заполнить форму, есть вариант в которых всего лишь одна кнопочка. Как бы вот собственно примеры, которые вот мы говорили. Вот как раз первый вариант. Второй вариант, где мы заполняем и тут есть да, нет. Вот и просто отправляем кнопочка да. То есть самые простые варианты. Есть также pop-up, которые появляются не в посередине экрана, а сверху могут появиться в виде так называемой подсказки. В честь черной пятницы Алена рассказывала в прошлом видео, ссылочка будет вот сейчас где-то здесь. Рассказывала именно о том, как делать черную пятницу и как она сквозняком ставится в шапке. Вот яркий пример, это фактически даже не классический поп-ап, потому что это не окно, это просто выросший такой блочок. Вот сейчас, если мой дизайнер это сделает, это такой вот блочок, который появляется здесь. Ну и соответственно мы говорили про exit поп-ап. Это классический поп-ап, который блокирует выход, как говорится, на весь экран и предлагает, собственно, пользователю нет-нет-нет, постой, не забудь подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, поставить лайк и написать благодарственный комментарий. Это я вас прошу, не покидайте это видео. Вот и соответственно есть так называемые клик-эвент поп-апы и есть даже поп-апы с играми, где вы нажимаете там рулетку, выигрываете все какой-то приз, такие тоже существуют. Вот и на самом деле по поводу поп-апов есть определенные цели. Какие цели? Цель поп-апа номер один, конечно же, это получить контакт пользователя. Вам нужно зацепиться за вот этого зрителя, зацепиться за этого читателя, который находится сейчас на вашем ресурсе, потенциального покупателя, кого угодно, кто зашел на ваш сайт. Ваша цель его идентифицировать, получить email, получить контактные данные, профиль соцсетей, любой способ, чтобы как-то он оставил о вас след. Что для этой цели предлагается? Да все что угодно. Бесплатные консультации, промокоды, скидки, просто там контент, который там получаем. Ну самый простой вариант, конечно же, это подписка на рассылку вашего классного контента, если он у вас действительно классный. Вот на самом деле, но все это используется с этими целями. Ваша цель зацепиться за этого пользователя, потому что вам нужно продавать. И если вы умеете монетизировать email и превращать лиды в продажи, если у вас этот процесс поставлен на пять с плюсом, то монетизация при помощи попокон, это то, за что ваш сейлс отдел будет благодарить вашего интернет-маркетолога. Правильно продуманные попапы позволяют зарабатывать вам деньги. Теперь разберем простенький гайд, как делать хорошие call to action элементы. Во-первых, попап должен быть четко интегрирован с дизайном вашего сайта. Он должен не выделяться в негативном оттенке, он не должен быть слишком наляпистым, он должен соответствовать вашей цветовой тематике, содержать какие-то элементы вашего дизайна. Например, даже логотип. Да, логотип может даже просто быть в виде инвертированного белого логотипа, который находится в теле вашего баннера. Тоже очень позволяет проникнуться, что этот баннер не какой-то сторонний, а вашего ресурса. И если пользователь благодарен вашему ресурсу, к такому баннеру отнесется более благосклонно. Второй момент, вы должны четко уметь работать с call to action элементами. Психология call to action это тема отдельного ролика, я думаю его запишу, если это видео насобирает много лайков. Насобирайте лайков, я расскажу, как делать клевые call to action, поделюсь своим фидбэком и расскажу, почему отправить заявку это самый плохой call to action. И тех, у кого написано отправить заявку на сайте, напишите в комментариях. Да, у меня до сих пор стоит на форумах отправить заявку. Вот, поэтому давайте говорить о том, что pop-up это маркетинг, а маркетинг в 2021 и в будущем 2022 году развивается, не стоит на месте и маркетинг это равно психология. Третий момент это, конечно же, контрастные цвета call to action элемента. Старайтесь сделать так, чтобы элемент нет не был выделен. Ну, это не совсем не надо его делать, не выделено. Он должен быть выделен, на него можно кликнуть, он должен выглядеть, как будто это все-таки кнопка. Но тот, кто хочет, я не заинтересован. Но умейте работать с выделением цвета важного call to action элемента и работайте с контрастным нет call to action элементом. Например, если вы хотите, чтобы пользователю было стыдно нажимать нет, напишите нет, я не хочу много знать о SEO. Вот, например, да, вот под нашим pop-up. Я не хочу знать новости о SEO, мне это неинтересно. Окей, пользователь сам себя ставит в мысленное противоречие, что ему это неинтересно, и он как-то глупо нажимать на эту кнопку, да. Я читаю статью, да, зашел на SEO сайт, решил почитать SEO статьи, ему предлагается подписаться на новости, клевые новости по SEO свеженькие, либо нет, мне это неинтересно, я здесь мимо крокодил. Вот, пожалуйста, да. Ну то есть самое главное, чтобы она была, она должна пристыдить кнопочка нет, этого человека, который должен ее нажимать, чтобы он не захотелось на нее нажать, чтобы он все-таки отправил вам свои данные. Да, выделение в позитивном свете call to action элемента для да важнее, чем просто поставить две кнопки красную и зеленую. Поверьте мне, это даже может быть даже сработать негативно, если он негативно настроен нет, он нажмет нет. Если вы сделаете зеленую да, а бесцветную нет, скорее всего нажмет да. Психология в этом цвете точно такая же. Следующее, конечно же, что работать, конечно же, с разными форматами. Помните, что разные вариации поп-ап форм могут работать по-разному. Выезжающая может работать отдельно, статичная, сквозная может работать отдельно, сверху может работать отдельно. Мы проводили такой эксперимент на нашем сайте SEOquick, если зайти на наш сайт, перейти в блог, можно увидеть поп-ап формы, которые выглядят абсолютно по-разному. То есть фактически это даже просто call to action формы, которые не являются поп-апами, но из-за того, что оно все выглядит цельно и едино, то вы когда заходите на сайт, вы видите, что есть поп-ап формы, которые фактически приклеены к экрану. Фактически это приклеенная поп-ап форма, которую нельзя закрыть, но она не поп-ап, она просто встроена. И когда появится поп-ап, он точно также будет выглядеть в том же цветовой гамме, в том же дизайне на этом сайте. Правда, мы не будем ждать минут, хотя я оставлю эту вкладку. Конечно же, очень правильно работать со страхами, то есть для того, чтобы пользователь согласился с вами, нужно все продумать в этом поп-апе для того, чтобы ему было не страшно. Вот, собственно, вы видите, как это работает, присоединяйся, e-mail, вот сколько нас. Вы работаете не просто присоединись к сайту SEOquick, а присоединись к такому-то количеству подписчиков. Этот счетчик можно вытягивать, у вас же есть счетчик этих подписчиков на вашем ресурсе. Почему бы и нет? Вот. И, конечно же, очень, конечно, надо работать над этим, потому что никто не хочет получать спам, никто не хочет получать назойливую рекламу. Все хотят работать максимально, то есть получать контент по интересам в мире контента, который сейчас много. Вот. Ну и, конечно же, очень важно, работайте с мобилками, потому что Google вот выкатил, собственно, вот то самое пенальти, про которое мы будем говорить, которое, ну, пенальти – это наказание для сайтов, да, это штрафные санкции для сайтов с мобильными версиями по поводу назойливой рекламы, которая не допускается. И какие виды окон он разрешает, какие не разрешает, собственно, есть вот более русифицированная статья, то есть на русской справке, которая рассказывает про межстраничные объявления, которые затрудняют допуск пользователя. Например, объявление, которое закрывается все лишь через маленький крестик для мобилки, является катастрофой. Из-за этого сайт может быть понижен в выдаче. Второй вариант – это когда оно сплошное, там предлагает какую-то загрузку, да, там обычно скачивание приложения, и оно на весь экран с кнопочкой, с крестиком вверху. Третий вариант, конечно же, ну, как говорится, еще один вариант, в котором просто там, купи, вот она здесь. Вот, и исключение, да, это вот cookie, да, с cookie должна быть кнопочка accept, кнопочка справки, то есть и точно также может быть закрыта. Вот, для подтверждения возраста может быть на весь экран. Напоминаю, Google к этому относится вполне нормально, где человек выбирает свой возраст и подтверждает его. И баннер, который не затрудняет доступ к контенту, например, скачивание приложения, яркий пример, вот сейчас увидите здесь. У большинства сайтов именно оно такое, если вы зайдете на любой сайт, допустим, давайте зайдем на розетку и попробуем выбрать непосредственно мобильную версию и выберем iPhone, вот как раз и обновимся. По идее должно показать нам наше мобильное приложение, но хотя может и не показать, потому что все-таки с браузера, да, с браузера все-таки не сильно хочет показывать. Обычно предлагается здесь то самое мобильное приложение. Вот, можете проверить сами, откройте в браузере любой сайт, у которого есть мобильная версия, там OLX, там или в России, там варианты, там Авито, и вы увидите вот это межстраничное объявление, которое допустимо и считается нормальным. Вот, это мы поговорили про ограничения. Теперь возвращаемся собственно к нашим сайтам, нашим баннерам и конечно же хотелось бы поговорить об этом. Вы должны максимально стараться персонализировать ваше объявление. Многие делают грубую ошибку, делают сквозной поп-ап, то есть поп-ап, который одинаковый на всех страницах. Это грубая ошибка, потому что на самом деле это не так. В зависимости от типа страниц у вас собирается разная аудитория. Кто-то зашел почитать рецепты, кому-то им нужны характеристики, кто-то вообще решил узнать про SEO, кто-то про контекстную рекламу, а кто-то вообще пришел там, не знаю, там технически погуглить, как пишется та или иная микроразметка. Это мы говорим про себя, например. Поэтому им всем нужно настраивать баннеры. Это сложно, это программно, но требует заморочки. Это фактически под каждый тип страниц писать свой список баннеров. Да, это нужно с этим поработать. Даже для нас это трудности. У нас над этим ведь сейчас кипит агрессивная работа. Мы как раз продумываем этот механизм. Но если вы интернет-магазин и к вам пользователь заходит за холодильниками, не нужно им предлагать утюги, даже если они их посещали, он зашел за холодильниками. Баннеры должны касаться этого раздела, иначе вы не будете продавать. Представьте себе глупую ситуацию, если у вас в отделе в интернет-магазине, где продаются смартфоны, подойдет тот, кто продает утюги и будет рассказывать про акцию для утюгов. Конечно же пользователь уйдет. Тот же самый эффект и здесь. Это ваш продавец-консультант, который подходит с фразой вам что-то подсказать. Это он и есть. В завершении нельзя сказать про GDPR. Да, то самое нововведение, которое добавилось в Евросоюзе. Это Евросоюзе нововведение фактически заставило добавить кучу дополнительного контента на ваш поп-ап. И фактически классическая форма для email-рассылки для Евросоюза выглядит побольше. И вам нужно уместить туда весь контент, который законодательно там требуется. Форма собственно этой всей регуляции была введена в мае и заставила пересмотреть дизайн всех европейских сайтов касательно поп-ап форм и форм для оформления заказов. Оно коснулось не только поп-апов, но поп-апов больше всего в первую очередь. Ну и конечно же, что такое, да, собственно поля этого GDPR. Это самая там политика конфиденциальности, обработки данных. То есть и пользователь должен давать добро на какие данные он дает согласие на обработку. То есть не просто там соглашаетесь, а соглашаетесь конкретно с чем? То есть с рекламой, с использованием email-ов, использованием контактных данных. То есть это все непосредственно работает. Например, вот классический newsletter, да, по требованиям Версоюза выглядит вот так. То есть фактически нажатие на кнопочку submit, да, вы соглашаетесь с требованием и нужно указать ссылочку, где эти требования четко прописаны. Вот, то есть такая вот форма, да, то есть, как говорится, выглядит, конечно, не очень, да. То есть фактически простая форма, да, то есть, но на самом деле я уверен, что здесь должна быть где-то ссылка на эту самую политику конфиденциальности. Вот, яркий пример, вот как выглядит вот Smashing Magazine, да, это журнальчик, как выглядит форма email-рассылки и, собственно, как это все сделано. Итак, поехали. Что еще очень интересное? В формах, да, то есть, конечно же, добавляются дополнительные ограничения, но самое интересное, что мне понравилось, это age verification, это, собственно, подтверждение возраста. Можно вставлять фактически, если у вас весь контент такого типа, на каждый поп-ап у вас нужно вставлять подобную строчку. Я подтверждаю, что у меня столько-то лет, да, там и разрешаю использовать свои персональные данные. Вот, на самом деле в Google Ads уже начинают тоже вводить требования на то, что на вашем сайте должны быть созданы соответствующие страницы. В Google Merchant появились такие требования. При запуске магазина в Google Merchant у вас должна быть четко прописана логика работы корзины, оплаты и подобных вещей. И у вас должны находиться все странички касательно доставки, возвратов и политики конфиденциальности и подобных элементов. Если же у вас этих страничек нет, скорее всего ваш фид даже не пройдет модерацию и магазин просто будет отключен. Поэтому эти вещи, которые касаются ГДПР, касаются не только поп-апов, но и других вещей. Но в поп-апах вы должны все-таки уместить место под эту ту самую строчку, что пользователь соглашается с политикой конфиденциальности. Вот, конечно же, тема достаточно интересная по поводу ГДПР. Как с этим, собственно, европейские сайты справляются, можно посмотреть на примерах, сделать анализы конкурентов и посмотреть, какие поп-ап формы, в каком дизайне используются, как они выкручиваются и используют те или иные решения для того, чтобы не нарушать этот закон. Подобьем итоги. Всплывающие окна на самом деле это мощный инструмент политогенерации. На нашем сайте основной трафик приносит нам блог. Именно блог позволяет нам собирать огромное количество аудитории везде, где угодно. Непосредственно с разных источников люди читают наши статьи, смотрят наши видео, переходят, потом читают наши статьи, но именно благодаря сайту получается собирать всю информацию. Соцсети не позволяют так эффективно ли догенерировать, как сайты. На самом деле есть в этом определенный нюанс, потому что сайты более гибкие в настройке, в сайте можно работать с контентом более мощно, чем вы это сможете сделать в соцсетях за счет их встроенных механизмов. Да, не спорю, многие сейчас могут найти кейсы, как из соцсетей получается делать, выжимать больше продаж, как интернет-магазины за счет этого на инстаграме выживают, но и в целом сайт всегда будет крупнее по деньгам и более денежным, чем любая другая платформа. И методы монетизации через поп-ап окна, это то, про что мы сегодня и поговорили. Как они делаются программно, здесь эта тема чуть-чуть другого формата. Моя цель была донести, как окна можно делать, как их не нужно делать, собственно, чему уделять в дизайне и самое главное, никогда в поп-ап окнах не забывайте о том, что все зависит от креатива и тестирования. Невозможно создать с первого раза идеальное окно, все окна меняются, меняются, дорабатываются и допиливаются. На этом все, с вами был Николай Шмачков. Спасибо вам за лайки, подписки и колокольчики. Пока-пока!